Уважаемые коллеги, уважаемые участники заседания, прежде всего позвольте поблагодарить армянскую сторону и лично Карина Вильгельмича за традиционное гостеприимство и теплый прием. Также хотелось бы поздравить Сапара Джумагадыровича с назначением на должность премьер-министра Республики Кыргызстан и пожелать вам, уважаемому Сапару Джумагадыровичу, больших успехов в вашей работе. Уважаемые коллеги, конечно, тоже было подготовлено определенное выступление, но с учетом того, что, в принципе, все вопросы на узком составе мы все договорились, решили, очень плотно проработали, и чтобы время ваше в дальнейшем не отнимать, у нас остается только подписать те договоренности, о которых мы достигли. Я хотел бы несколько слов сказать. Сейчас Сапар Джумагадырович сказал, что есть определенные сложности и трудности на казахстанско-казахстанской границе. Я хотел бы коллег в присутствии в расширенном составе проинформировать, что на самом деле, если нет возражений. Я хотел бы кратко дать обзор ситуации по товарно-поставкам из Китайской Народной Республики в страны юридиско-экономического сообщества. По данным юридиско-экономической комиссии, импорт стран юридиско-экономического союза в 2016 году составил 201 миллиард долларов США. При этом наибольший удельный вес приходится на Китай – 22,7%. Аналогичная ситуация сложилась также за 7 месяцев этого года. Анализ динамики импорта товаров из Китайской Народной Республики в страны ЕАЭС за 2014-2016 годы показал, что по всем странам, кроме Кыргызстана, наблюдается снижение импорта. При этом наибольшее снижение приходится на Казахстан в два раза и Россию на четверть. Анализ динамики поступлений таможенной и пошлины за 2014-2016 годы также показал, что по всем странам, кроме Кыргызстана, наблюдается снижение поступлений. Больше всего здесь теряет Казахстан на 18,2%. Сопоставление данных по взаимной торговле между Китайской Народной Республикой и Кыргызстаном за 2015-2017 годы выявил по направлению экспорт Китая, импорт Кыргызстан, существенное расхождение по данным таможенной статистики этих стран. Так, по данным статистики внешней торговли Китая, экспорт из Китая в Кыргызстан за 2015 год составил 4,3 миллиарда долларов США. Тогда как, по данным внешней статистики Кыргызстана, импорт составил 1,5 миллиарда долларов США. Отклонение составляет 3,3 миллиарда долларов США. В 2016 году, по данным Китая, экспорт составил уже 5,6 миллиарда долларов США. А по данным Кыргызстана, импорт составил 1,5 миллиарда. Отклонение, как видите, 4,1 миллиарда долларов США. Учитывая, что за 8 месяцев 2017 года, по данным Китая, экспорт составил 2,6 миллиарда долларов США, а по данным Кыргызстана импорт составил 900 миллионов долларов США, оценочный в целом за 2017 год экспорт из Китая в Кыргызскую республику составит 3,9 миллиарда долларов США и, соответственно, отклонение 2,5 миллиарда долларов США. В следующем году, по Казахстану, 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 по К 22-й товарной группы ТНВ «Предметы одежды» из Китая в 2016 году показывает наибольший ввоз в Кыргызскую республику 7 710 тонн при сравнении, например, с Российской Федерацией 4 260 тонн и в Республике Казахстан 327 тонн. При этом оценка ввоза по данной позиции на душу населения показала, что в Кыргызстан ввезено на 1,3 кг на человека, в Россию 0,03 кг на человека, в Казахстан 0,02 кг на человека. Таким образом, в Кыргызстан ввозится одежды больше, чем в Казахстан в среднем в 65 раз и больше, чем в России в 43 раза. По 64-й товарной группе ТНВ «Обувь» наблюдается рост импорта из Китая в Кыргызскую республику в 3 раза или на 46,6 тысяч тонн, в 2016 году 70 тысяч тонн, в 2015 году 23 тысячи 543 тысячи тонн, то есть прирост составил по 15 пар на человека, включая детей. Анализ структуры товаров, перемещаемых транзитом из Китая в Кыргызстан через территорию Казахстана показал, что растет доля так называемых налогоемких товаров, которые являются предметом контрабанды. В частности, при сравнении структуры транзита в период 2015-2016 годов наблюдается резкий рост удельного веса товарных групп 0,7-0,8 фрукта и овощей с 1 до 17%. За 9 месяцев 2017 года по сравнению с 2016 годом доля товарной группы 64-й обувь выросла по сравнению с 2015 годом в 2 раза с 7 до 14%, аналогичный рост также наблюдается по товарной группе 86-й ЖД и в части с 4 до 7%. Сравнительный анализ таможенной стоимости товаров, принимаемых при таможенной очистке в Кыргызстане и Казахстане показал, что таможенная стоимость в Кыргызстане значительно занижена по сравнению с Казахстаном. К примеру, занижение таможенной стоимости по позициям сапоги и женские в 10,5 раза, блузка, женская и прочее одеяло в 7 раз и в список это можно продолжать. Вышеуказанное свидетельствует о наличии перетоков товаров для таможенной очистки из стран Евразийского экономического союза в Кыргызстан в связи со слабым таможенным администрированием таможенной службы Кыргызстана. Ранее Республика Казахстан еще в 2016 году вопрос недостаточного таможенного администрирования в части определения достоверной таможенной стоимости неоднократно поднимался на Объединенные коллеги таможенных служб государств, члены таможенного союза, а также в рамках заседания Совета Евразийской экономической комиссии и Евразийского межправительственного совета. В результате по поручению Совета Евразийской экономической комиссии от 3 марта 2017 года была создана рабочая группа по мониторингу таможенного декларирования товаров, ввозимых в государства члены Евразийского экономического союза из КНР. Также в рамках решения Объединенной коллеги таможенных служб государств членов таможенного союза поручено привести к единообразию практику осуществления контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Кроме того, между Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и Государственной таможенной службой при правительстве Кыргызской Республики в целях пресечения недостоверного декларирования товаров при ввозе из КНР в Кыргызстан и Казахстан от 5 июня 2017 года подписан план совместных действий по проведению оперативно-профилактических мероприятий. Однако должного эффекта по результатам проведенной работы не последовало по причине неисполнения крыгской стороной запланированных мероприятий. При сложившихся объемах перетока импорта товаров из Казахстана, России, Белоруссии в Кыргызстан сумма потерь по таможенным пошлинам в союзный бюджет Евразийского экономического союза за три года ориентировочно составляет 828 миллионов долларов США. В целом при сложившихся перетоках импорта из стран Евразийского экономического союза в Кыргызстан общая сумма потерь НДС на импорт трех стран составляет 1,870 миллионов долларов США. В том числе по Казахстану 152 миллиона, Российская Федерация 1,632 миллиона, Белоруссии 85 миллионов. В целом сумма потерь стран Евразийского экономического союза за три года по таможенным пошлинам МНДС составляет 2,687,7 миллиона долларов США. Из них Казахстан 2,1 миллиона, Российская Федерация 2,5 миллиона, Белоруссии 123 миллиона долларов США. Принятые с 10 октября текущего года Республики Казахстан меры по усилению фискального администрирования подтверждают наличие нарушения таможенного и налогового законодательства. Мы про это говорили на встрече в Астане с Апар Джумагадыровичем. По результатам этой встречи была создана рабочая группа во главе с первыми вице-премьерами, которые здесь присутствуют. С нуля часов было открыто, 19 числа было открыто полностью свободное передвижение физических лиц, автотранспортных средств грузовых, которые следуют поражнякам регулярного автобуса и легкого транспорта. Таким образом, мы хотели бы сказать, что вся эта работа, которая проводится сегодня на границе, не направлена специально каким-то образом в отношении каргасской страны. Об этом мы уже говорим давно. И мы сейчас уже в ходе этой проверки получаем полное подтверждение тех нарушений, о которых мы ранее говорили. Поэтому мы в рамках дорожной карты вчера также наши коллеги нам докладывали вместе с Апар Джумагадыровичем, что по 43 пунктам дорожной карты полное понимание, все пункты согласованы. И в дальнейшем наши структуры правительственные будут отрабатывать каждый пункт дорожной карты. Я думаю, что здесь, кроме как потери по налоговой составляющей и по тому, чтобы снизить уровень контрабанды, других целей Казахстан абсолютно не преследует. Я думаю, что это также и относится к нашим друзьям по нашему союзу, так как мы являемся первой страной, которая находится практически на границе от Китая. У меня все. Спасибо. Вот такая краткая информация. Продолжение следует...